Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Криптофатиев. Пока я подготавливался к обзору, сейчас у нас уже биткоин стоит 6825. Опять пытается закрепиться в этой отметке 6800. Это 6800, его ключевая зона, откуда он может начать свое движение, начать свое ралли в зону 7400 и дальше. Но, к сожалению, сейчас у нас биткоин просто пытается закрепиться в этой зоне и непосредственно вчерашние торги, которые закончились, они не были закреплены, поэтому нет основополагающих считать то, что сейчас биткоин как-то берет ралли, разворот и так далее. Что касается торгов, они все те же. 11,5 миллиардов долларов ни о чем для рынка, который якобы там собирается расти и так далее. Что касается альтов, тут все та же ситуация, где альты, собственно, сейчас ничего особо не показывают. Просто, опять-таки, тоже с биткоином метаются из зоны в зону, но, тем не менее, особо своей стоимости они не теряют. И далее некоторые альты даже могут показывать рост. Вот, например, биткоин голд, в который я лично не верил и не верю, он все-таки какой-то рост допоказывает. Ну и биткоин голд я рассматривал криптовалюту, в которой просто можно вкинуть деньги на самом дне, непосредственно взять его где-то у 25 долларов, просто закинуть туда деньги и когда будет памп, просто слить его, да и все. Что касается альтов, которые, значит, писали люди, они обращали внимание на биткоин даймонд. Я еще в прошлых видеороликах говорил о том, что не стоит, значит, вестись на это, потому что биткоин даймонд у него такая не очень репутация. И что сейчас сделали с биткоин даймонд, его просто продампили, то есть это памп и дамп монета, мы это видим и если такое случается с этой монетой, то у этой монеты, конечно, сама по себе репутация портится. Смотрите, вот тут мы взлетели, это было, значит, два дня назад, непосредственно повысился в стоимости биткоин даймонд, далее он пошел на 4 доллара и после этого резко снизился. И это было сегодня, то есть это было сегодня заметно, непосредственно тут у нас зашел кит и также успешно вышел. То есть на 300 миллионов просто залил, поигрался с этой монетой и вышел. Непосредственно я почему-то считаю, что есть люди, которые купили на этой стоимости биткоин даймонд, но я думаю, такие меня не смотрят, потому что я этого не рекомендовал. Что касается, значит, майнинга, кстати, давайте рассмотрим то, что злоумышленник обманул москвича на 870 тысяч рублей под предлогом продажи майнинг оборудования. Чтобы этого не допустить, переходите на сервис, который я сейчас порекомендую. Паникуешь, что твои вложения в крипту каждый день становятся все меньше, но при том, так же, как и мы, чувствуешь потенциал в криптовалютах, есть решение, воспользуйся Майнеби. Ребята дают гарантии заработка и пока криптовалюты не вернутся к старому главному росту, сможешь зарабатывать вместе с Майнеби. Кстати, сейчас сервису исполняется год, что уже говорит о многом. Год из 100 тысяч довольных пользователей. И если ты при регистрации укажешь промокод Z2727 в ближайший день после выхода ролика, в честь дня рождения сервиса твоему личному кабинету автоматом присвоят уровень ГОЛД. Внутри сервиса это дает возможность пользоваться их продуктами с приятными скидками. Хочешь платить пассивным доходом скрипты за квартиру, бензин и еду и тому подобное? Просто сделай это! Ну и в ходе аферы 21-летнему злоумышленнику удалось получить 870 тысяч рублей. То есть, чтобы у вас такого не было, таких казусов, то есть пользуйтесь сервисами, потому что все это очень, конечно, чревато потерей денег. Что касается ресурсов, вот разработчик биткоина, он запустил ресурсы списком случаев насилия в отношении владельцев криптовалюты. Я думаю, здесь также есть Павел Няшин в этом списке и ресурс доступен на GitHub и на данный момент вмещает 28 различных инцидентов, имевших место с декабря 2014 года. Блокчейн Yota задействует для создания умных городов в Европе. Yota и стартап CityExchange стали участниками пилотного проекта по разработке так называемых умных городов Arizona 2020 при поддержке Европейской комиссии. Также, значит, участие Yota в проекте поможет укрепить наши связи и позиции на рынке. Старт программы, на которую Евросоюз выделил 20 миллионов евро, запланирован на 1 января 2019 года. Поэтому холдеры Yota. Запуск основной сети Огрс состоится 9 июля и в ходе запуска основной сети за действующий смарт-контракт РЭП будет заморожен, а остатки по счетам будут автоматически перенесены на новые и ожидается, что весь процесс займет несколько часов. Чай-анализис. Пользователи утратили доступ к биткоинам на 20 миллиардов долларов. Как утверждают представители компании, основной причиной является потеря приватных ключей для доступа к кошелькам. Но это, как говорится, ну рожден быть просто лохом. Как так можно вообще забыть ключи? Как заявляют в компании Wallet Recovery Services, их специалистам удается восстановить доступ к кошелькам в 30% случаев. По исламам все зависит от корректности и предоставлены пользователям личной информации, на основе которой могли бы быть созданы ключи для входа. Ну и обычно, когда они получают доступ к потерянным биткоинам, клиенты настолько счастливы, что без проблем отсылают мне причитающуюся комиссию. Производитель блоков EOS объяснил причину сбоя сети. Появилось предположение, что некоторые производители блоков намеренно отказываются изменить конфигурацию нот и увеличить ограничение RAM до 64 гигабайт. Однако затем выяснилось, что причиной стала ошибка при настройке базовых параметров производящей ноды. Однако работу сети ситуация не затронула. Австралийская налоговая будет отслеживать офшоры владельцев криптовалют. Это позволит биржам собирать информацию о торговле криптовалютами, которую мы сможем получить доступ к использовать в нашей деятельности. Также люди там, где они пытаются сознательно избежать этих обстоятельств, мы будем пытаться действовать. Мы имеем полномочия для выявления необъяснимых богатств и заметного потребления, которые могут возникнуть благодаря прибыли, полученной за счет инвестиций в криптовалюты. Кто в России живет и не платит налоги, криптовалюта и так далее, биткоин, то нужно тоже на это обратить внимание. Потому что случай с блогером, который в инстаграме выкладывал свои видеоролики о том, как он хорошо живет, печатные машинки и так далее, это закончилось плачевно, сами понимаете. В Китае хакеры взломали миллион компьютеров для майнинга криптовалют и, как утверждают в издании, 9 июля полицейские китайского города Долянь задержали более 20 подозреваемых. Все потенциальные злоумышленники работали в компьютерной фирме, что обусловило легкость доступа к большому числу ПК. Ну и что касается биткоина, видим, что опять биткоин опустился со своих значений, вроде как начал обороты, вроде начал рост, но опять-таки опустился. То есть мы говорим о том, что, конечно же, торги, они просто заморожены. То, что с биткоином может случиться, когда он может пойти наверх, зачастую это случается ночью. То есть ночью вливает кто-то деньги, либо днем, как это бывает после обеда, я заметил, как я только ролик сделаю, раз и биткоин, значит, начинает какие-то движения. Либо я сплю, раз и биткоин какие-то движения начинает. Либо я просто редко захожу в CoinMarketCap и поэтому биткоин начинает тогда движение, когда я не делаю обзор. Но сейчас мы видим, что на Coinbase все равно торги присущие, торги 6.686, 6.700. То есть мы видим, что биткоин в отдельных случаях эту отметку и эту ключевую зону, конечно, он не захватил и более того, он на ней не удержался и не удерживается. Поэтому это говорит и может обусловивать то, что сейчас на рынке очень большие трудности с каким-либо ростом. А вот этот рост, который может быть в дальнейшем, это все, конечно же, практически движение, которое будет собой представлять импульсы. То есть исключительно импульсами киты будут сейчас либо давить рынок, либо, значит, его подвергать тому, чтобы он рос. И, конечно, вот эта свеча, которая здесь была, вот этот биткоин, который выталкивался здесь. Если, кстати, по таймфрейму не показано, когда он был тут, он еще заранее был на 5800, это говорит о том, что, конечно, дно у биткоина абсолютно это 5800. И непосредственно оттуда биткоин, конечно же, опустится, если и может, то задержится там недолго. То есть я как-то говорил о том, когда снимал видеоролик, что если мы упадем до 3000 долларов, то биткоин там протянет, ну, максимум 6 часов. То есть максимум полдня. Почему? Потому что все это будет очень быстро выталкиваться за счет огромных выливаний. За счет того, что будут заходить институциональные инвестора, потому что уже почву для них готовят вообще по полным ходом. То есть полным ходом идет подготовка почвы. То есть можно и заметить по Coinbase. То есть все это непосредственно такое создает плацдарм для того, чтобы большие деньги сюда заходили на крипторынок. Ну, а поспособствовать этому может, конечно же, финансовый кризис. Поэтому те, кто даже держит монеты или думает зайти, не зайти на биткоин, просто сейчас наблюдайте за рынком. Я считаю, что если вы купите сейчас, например, какой-то лайткоин по 80 долларов, а потом он будет стоить 50 долларов, вы как бы особо не обрадуетесь. Почему? Потому что за 100 долларов вы можете купить 2 лайткоина, а сейчас на данный момент за 100 долларов 1.2, грубо говоря. То есть 1.2. Поэтому я считаю, что торопиться некуда. Есть, значит, все шансы для того, чтобы рынок еще, значит, вернулся в эти зоны, побывал там, побывал ниже. Пока что я считаю, что в ближайшее время, какие могу дать прогнозы, все будет исключительно исходить из того, закрепится ли биткоин на 6800 сегодня, как закончатся торги. Потому что вчера, например, торги закончились тем, что биткоин не закрепился на 6800. И сегодня, естественно, он весь день болтался у этой отметки, не мог никак закрепиться, не мог никак пойти дальше. То есть сейчас, что мы видим, опять попытки закрепиться. И сейчас будет непосредственно уже видение того, насколько вот сейчас он это сделает. Если сейчас он это сделает, то это как бы очень даже позитивно для того, чтобы он пошел дальше. То есть он закрепится непосредственно и дальше пойдет. Но пока что биткоин доминанс у нас 42,5%. Поэтому нужно тоже иметь в виду, но торги, конечно, ни о чем. Хотелось бы больше. Ну а с вами был Криптофотеев. Всем удачи и всем пока.